Доброе утро, коллеги! Доброе утро, крымчане! Действительно, танцевальный блогинг – одно из новых направлений. И сегодня наш гость Кристина Мацкевич – танцевальный блогер, хореограф, руководитель коллектива «Культурная революция». Кристина, доброе утро! Доброе утро! Расскажи, что вообще такое танцевальный блогинг, как ты начала этим заниматься, и сколько у тебя уже последователей, подписчиков? Такая замечательная идея мне пришла два года назад. Я решила, что просто онлайн-учителей не хватает, потому что есть дети, которые живут в маленьких городах, где нет хороших педагогов, где вообще в принципе не у кого учиться. И я решила быть их онлайн-учителем и обучать их танцевальному искусству, ну и спорту, растяжке, развитию физических данных. Поэтому я решила, что нельзя откладывать эту идею в долгий ящик, необходимо ее быстро воплощать, и начала снимать такой блог. Скажи, вот как долго ты этим занимаешься? Я понимаю, что твои помощники в этом – это ребята из твоего коллектива. Расскажи тоже о коллективе. Мой коллектив называется «Шоу-балет. Культурная революция». Нашему коллективу в январе этого года исполнится 7 лет. На своем YouTube-канале я провожу видеоуроки с участием моих учениц. На ученицах я демонстрирую физические данные моих спортсменок и предлагаю зрителю научиться с помощью пошаговых инструкций тем или иным элементам. Насколько вот эта идея нашла отклик? Ой, очень быстро на самом деле, потому что подписчики росли с каждым днем. Мы просто единственный канал в России вот такого направления. Именно поэтому мы пользуемся популярностью. Сколько вообще, как долго существует этот канал и сколько там сейчас подписчиков? Ну, если так углубиться, то 2,5 года, больше 2 лет, и там сейчас 550 тысяч подписчиков. Это, наверное, вдохновляет. Очень вдохновляет, особенно лайки. А детей это вдохновляет, вот твоих воспитанниц? Моих воспитанниц, да, они мечтают сниматься в видеоуроках. Им очень нравится пересматривать свои старые видеоуроки, на которых они были еще очень маленькими. Они с себя иногда смеются, но в основном гордятся. Кристина, а вот комментарии, читаешь ли ты комментарии, бывает ли такое, что, возможно, что-то обижает, что-то, наоборот, мотивирует к чему-то? Вначале, да. Вот первый вышел мой видеоурок, и я думаю, что напишут зрители, вот что они напишут. Мне было так интересно. Я очень боялась, что будет негативный отклик. Но, на самом деле, я начала читать, и все пишут, вау, класс, супер, продолжай еще. И это меня очень вдохновило. Конечно, по истечению времени появляются хейтеры. Это у нас в сети нормально, и они начинают писать какие-то комментарии, возможно, где-то высказывают свое мнение, начинают переходить на личности, к примеру, ой, там у девчонки цвет волос, мне не нравится, ну и так далее. Я просто запретила девчонкам читать такие комментарии, не читая их сама. Но в последнее время YouTube ввел такие правила, что на видео с детьми запрещают комментарии. И наши комментарии закрыты, поэтому теперь это меня не касается. Много ли времени занимает вот этот проект? Я понимаю так, что твои воспитанницы участвуют в конкурсах, ездят по всей России. Это, наверное, тоже определенная нагрузка дополнительная. Ой, да, на самом деле необходимо прям вот садиться и планировать свою жизнь, потому что без плана невозможно действовать продуктивно, да. Этот проект занимает также у меня очень много времени, потому что это съемки, и необходимо видеоуроки выпускать каждую неделю. Если я не буду этого делать, наши подписчики будут отписываться. То есть еженедельно я снимаю по три видеоурока, и мы их выпускаем каждую пятницу. Также девчонок я готовлю к концертам, мы часто участвуем в городских мероприятиях, это также время. Девчонок готовлю к конкурсам, поэтому, ну да, действительно, организовать себя очень бывает сложно, но пока что получается. У меня есть помощники. Это же хореографы, да? Да, у нас есть педагоги, которые помогают мне в коллективе вести эту работу. Как вы понимаете, у тебя достаточно большой коллектив, это больше ста воспитанниц. Какого возраста дети, и вот сложно ли руководить таким большим коллективом? Нет, не сложно. На самом деле все уже давно у нас, у нас такая прям слаженная работа с педагогами. Дети у нас занимаются с пяти лет до выпуска из школы. То есть деток у нас семь групп, все у нас уже прям и расписание устаканилось, и все, поэтому несложно. Не могу сказать, что это сложная работа. В каких городских мероприятиях участвуете? Вот в какие зовут, во всех участвую. Мы очень любим принимать участие в городских мероприятиях. А вот много ли времени воспитание все это занимает? Тяжело ли совмещать это со школой? Вот, к сожалению, да. Как девчонки жалуются, нагрузка сейчас в школе не детская, скажем так, и им сложновато, если честно. Но я всегда иду на встречу выпускникам. Выпускники у нас могут пропускать занятия, но все-таки для всех остальных у нас правило есть правило. Дисциплина прежде всего, поэтому я приучаю девчонок, чтобы они все успевали, планировали свой день и грамотно распределяли время, меньше сидели в соцсетях. Знаешь, что сейчас ты готовишь вместе с воспитанницами отчетный концерт. Когда это будет? Когда керчане смогут увидеть выступление на сцене? Приглашаю всех керчан 18 января в ДК «Карабел» у нас будет отчетный концерт. Он будет очень новогодним и сказочным. Кристина, большое спасибо тебе за беседу. Я надеюсь, что и твой коллектив, и твой YouTube-канал будет развиваться. Керчанки-юны будут побеждать в конкурсах по всей стране. Я приглашаю тоже всех керчан, крымчан посетить отчетные концерты, посетить городские мероприятия, в которых участвует коллектив. На этом все. Коллеги, я передаю вам слово. Большое спасибо, Катя. Желаем вам хорошего дня и по-настоящему добрых, ламповых, лайтовых новостей. Напоминаем, с нами на связи был керчанский филиал телерадиокомпании «Крым» и конкретно Катя Рябова.